Молодой талант Розамбек Жамалов за последние несколько лет стремительно вырос из подающего надежды юниора в одного из главных фаворитов самого конкурентного дивизиона. И за неделю до старта на чемпионате страны пребывал в состоянии повышенной боевой готовности, свидетелем чего ваш корреспондент и стал на базе в окрестностях Махачкалы. Я готов к любому исходу, к любым испытаниям. Настроен хорошо. Таких авторитетов тоже, если ставят, то тяжело бороться. Супризы приготовили какие-нибудь новые? Корунки там? Так, есть заготовки. Нужно постараюсь. У вас сейчас на чемпионате России предстоит очень серьезная конкуренция на 74 килограмма. Тем интереснее, тем больше мотивации тренироваться. Он и спарринг-партнера выбрал с прицелом. Пусть более легкого, зато подвижного, бросковитого и напористого. Не, не, не. Сильно скалерно, елли. Смотри на камеру, а то... В этот момент надо убраться. Любить с ним работу, технично все. Оставим на завязках. На работу бореца. Машала. Все лучше в учебном месте. Просто опытом больше. Дай чуть-чуть. Дай чуть-чуть. Вот. Оставься чудом. Оставься чудом. Оставься. 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 Вот она, вот она. Баба, вот. Один из лучших монтажеров. Сделай так. Хорошее, красиво сделать. В этом видео Ахмад не должен проиграть. Разомни, какая коронка на данный момент? У него много коронок. Разносторонний. Вот такая, которую на камеру можно рассказать. Я думал, там, наверное, по Минске. Ты скажи, Ахмед, ты скажи, у него коронка, мельница. Не, не может он делать, не знаю. Мельница, да, у него коронка. Он мельница. Он мельница. Я ничего не могу. Я сказал просто, что это твоя коронка. Не ошибся, да? Ну, так стараюсь, нет. Ну, как, чем из-за притворяться, нет. А потому его итоговый триумф стал логичным, нет, не завершением. Продолжением той огромной работы, которую наследник Сайтеева затеял много лет тому назад. Остается 11 секунд у Цаболова для того, чтобы попытаться сократить отставание. Но Розамбек Жамалов цепляет ногу и вновь уталкивает за ковер своего соперника. Это, видимо, уже победа. Розамбек Жамалов! Розамбек Жамалов Розамбек Жамалов Давай поздравим! Я с этим братом. С удовольствием. Спасибо. Дай Бог тебе здоровья, чтобы олимпийских чиповов не стал. Наконец, была твоя мечта? Алхамдулила. Долго шел к этому. Уже понимал, что пора выигрывать. Таких борцов. Уже возраст тоже не такой молодой. Уже надо было выигрывать. Спасибо. И все же, поговорить обстоятельно нам еще долго не было суждено. Чемпион королевской весовой категории был на расхват не только в зале соревнований, но и по видеосвязи. Десять минут, как стал чемпионом России, а уже испытывает на себе все прелести и славы. Абас! Что, не можешь дождаться теперь друга, да? Да. Что-то долго вы приходите уезжать сегодня. Понимание в одном случае. Устал? Не устал. Почему? Приятно, что люди обрадовались моей победе. Очень рад, потому что это мотивирует на дальнейшие победы. И ты понимаешь, что ты людям нужен, интересен, и они болеют за тебя. Ты общался с Хетьом Сабоновым, он признался, что так не смог подобрать к тебе ключи. Не подобрал никакого ключа, чтобы подобраться к нему. Он максимально сделал так, чтобы обезопасить себя от моих атак, наверное. Ты специально выстраивал атаку с такими атаками? Ну, я его знал, коронные приемы знал, и лучше свою навязать, чем от него бегать. Поэтому старался свою борьбу навязать, и получилась хорошая напряженная асфатка. Спасибо соперникам, каждому сопернику за такую конкуренцию, за такую мотивацию, что они помогают мне так тренироваться усерднее. Поэтому им большое спасибо. Со стороны казалось, да, наверное, так оно и было, что полуфинальная асфатка для тебя гораздо сложнее сложилась, чем полуфинальная асфатка? Нет, оба были напряженные асфатки. Просто в полуфинале что-то ошибся, из-за этого раздал баллы, из-за этого было тяжело очень. И в финале, так, может счет такой, 5-1, и поэтому казалось, наверное, чуть легче, но асфатка до конца держалась напряжением, и внутри я держался собранно. Но наблюдая за твоим противостоянием именно с Тимуром Бежуевым, складывается впечатление, что он для тебя в какой-то мере неудобный соперник, так? Ну да, он был в хорошей форме на этих соревнованиях. Мы с ними до этого боролись, и да, он хороший болец, и чуть неудобно было с ним бороться. Последние полгода в основном твоя фамилия эмусировалась в качестве возможного победителя чемпионата России, хотя тебя технологически это не давило. Сегодня можно выиграть, завтра проиграть, поэтому... Не давило, просто тренировался усерднее, чтобы соответствовать. Возможно, если готов будет воля Всевышнего состоится чемпионат мира в Сербии? Да, готов. А чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, расслабиться? Планы сейчас есть? Нет, расслабляться нельзя пока, потому что уже скоро чемпионат мира по датам. Поеду домой с родителями, с бабушкой, с дедушкой, со всеми посижу, уже хам на дела. Как сказал Хабиб Нурмагомедов в своё время на пресс-конференции, обращаясь к Дэнниу Уайту, чьё сейчас время, вот можно ли сказать, что сейчас настало время разобрения драмового? Начало, надеюсь, и надолго начало. После сегодняшней схватки он ещё сильнее стал. Его сложно будет остановить. Ну а когда эмоции поулеглись, днём позже настало время и пошутить. Прямо за твоей спиной сейчас сидит победитель вчерашней вашей весовой категории. Что ты можешь сказать о нём, о его уровне борьбы? Очень перспективный такой, рвётся к победе, брат. Помню свои годы молодые, когда было тоже так, что сейчас кровь кипит у него. Так что мы старые, но души самые молодые, на опыте. Если бы вчера в финале тебе противостоял Мага, было бы тяжелее, легче? Со своими тяжелее, конечно, намного. Каждый день вместе тренируемся, боремся. Я думаю, что было бы сложнее. Мага хитрый борется. Он если бы начал проигрывать, то как его травма или там время потянул? На опыте двигается. Отец звонит, пожалуйста. Алло. Алло. Что сказал тебе отец? Похвалил или наоборот нашёл минусы в победе? Не, похвалил. Тренера что-то сказали, ошибки. Отец, хорошо, молодец. Вчера я увидел у Саида Гамидова в инстаграме, поздравления. И там вы оба стояли в стильных костюмах от кигелей. Мне кажется, сейчас это будет твоим уже привычным стилем одежды. Готовка? Нет, нет, вот спортивка, двигаюсь. Ну пока спортивный. В ближайшие лет восемь, я думаю, ему надо спортить. Как ты чиновниками можешь представить? Ну, после 2028 года. Чиновники, это уже прошлое, надо бизнесом заниматься. Сколько тебе сейчас лет? 22. Если равняться на боевые ориентиры у Байсара Сайкива, то он начал, по-моему, в 21. В 20 выиграл, да. То, что чуть-чуть напаздываешь от его графика тебя подстегивает? Сейчас зрители уснут, что-нибудь говори, да? Конечно, это подстегивает, что они его так уже начали, а я уже... Кончу, парасит. Как он думает, какой Мерседес ему подарят? Ну, у него, по-моему, 500-й, да? Нет, то, что было, осталось уже, сейчас новый какой подарят? Может быть, Бугатти Вейрон? И... Мяч не пинает, боксовка ходит. Будем реалисты? Я думаю, есть, что он до 20-го года рестайлинг думает, да? А какой бы ты хотел? На который тебе предложил? Не вообще Мерседеса? Да, внедорожник или седан? Седан. Седан. 222-й Мерседес с двигателем 6.3, с двумя турбинами. Осталось это выложить в инстаграм. Вячеслав Абдусаламов. Реструс ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok